Друзья, всем привет, канал Метрофайт, меня зовут Влада Сачёв, разговариваем сегодня по актуальным системам со Сланбеком Бадаевым и тему у нас UFC. Сланбек, здравствуйте. Приветствую, Влад, приветствую. Надеюсь, что после турнира ECA меня получится поговорить с Даной Вайта и обсудить с ним итоги турнира ECA в Сочи. Но пока остановимся на том событии, которое произошло накануне. Главный поединок с Икрам Алискеров и Роберт Уитекер в этом поединке мог быть другой исход, нежели тот, который мы увидели. Произошло то, что предначертано, то, что суждено было. Исход всегда может быть другим, но нам нужно говорить о том, что случилось, а не то, что случилось бы. Поэтому был шанс, была такая заманчивая возможность выйти, испытать себя, постараться обойти всех в этой очереди, обойти эти рубки, ненужные дополнительные поединки. И по-своему, я считаю, Икрам был прав, тем более, что он готовился к бою, который должен был состояться немного ранее. Но рискнул, риск не оправдался. Все-таки мы должны понимать, что Уитекер – это боец, к которому должна проходить специализированная подготовка. Это боец другого уровня, нежели чем оппоненты, с которыми Икрам бился до этого в UFC. И время, и психологический настрой, плюс перелет, висогонка, которая пошла в скомканном формате. Сначала гонял, потом дату перенесли, потом перелет, потом снова гонял. Конечно, это все повлияло на поединок. Я считаю, из того, что можно было сделать по-другому, не застаиваться в стойке, наверное. Потому что Уитекер очень опасен, скоростной в начале. Был резон в том, чтобы побороться. А так, рискнул, не получилось. Соперник высокого уровня. Жаль, конечно, что получено поражение, заполучено нокаутом, и это отбросит назад. Но тот же Уитекер после поражения нокаутом возвращался, бился за пояс. Поэтому все можно изменить. Я думаю, что, к сожалению, от поражения, от такого нокаута будет. Но жалеть о том, что вышел на бой, уже не стоит. Что сделано, то сделано. Попытался рискнуть, но что ж, риск не оправдался. Уитекеру задали вопрос. Роберт, сидишь здесь такой счастливый. А если бы сейчас дрался с Чимаевым, с таким бы счастливым здесь бы и не сидел. Я хотел толстуться от такого момента, что реально сейчас бы Уитекер как бы выглядел на фоне Чимаева. Не был ли он фаворитом, потому что он показал? Нам тяжело судить, что было бы. Понимаете? Мы говорим о двух разных противостояниях. Мы говорим о разных боях. Хамзат агрессивный борец, который идет вперед с самого начала. Он не боится ударную мощь, он не боится оппонентов. И он выкладывается сразу. Все, что у него есть, выкладывает. И делает ставку на первый раунд. Он спринтер, а не марафонец. И Крам немного по-другому действует. Сыграло бы, скажем так, сработало ли бы то, что Хамзат проповедует, быстрое начало. Возможно. Возможно, Хамзат перевел бы и финишировал Роба. Возможно, нет. А тогда пришлось бы драться долго. И была бы выносливость у Хамзата к этому. Мы не узнаем, пока это не состоится. Но мы понимаем, что Чимаев знал, к чему он готовится, к кому он готовится. Я думаю, у него был план Б. Не думая, что Хамзат не понимает, что если не получится финишировать оппонента, ему нужно будет биться дальше. И для этого должны быть определенные возможности. Поэтому мне тяжело сказать, в каком настроении сидел бы Роб, но я считаю, что поединок был бы более сложным для него против Хамзата. Как минимум, потому что ему пришлось бы пережить первый раунд. А в первом раунде, как мы знаем, Хамзат чемпион по первым раундам. Это ни для кого не секрет. В первой пятиминутке он сминает оппонентов. И знаешь, многие говорят, с тем же Комару Усманом вышел на замену и так далее. Ребята, хоть ты на диване сидел, профессиональный спортсмен должен быть в состоянии выйти и подраться хотя бы один раунд. То есть, один раунд, он довольно показательный. И в первом раунде то, что Хамзат сделал с ним, никто никогда не делал с Комару Усманом. Это доминация, это около финиша, который был в исполнении Хамзата. Но другое дело, что насколько бы Чемаев хотел на пять раундов. Но это мы не узнаем, пока бой не состоится. Потому что есть определенные проблемы. Чемаев выбыл не просто так. Он до сих пор, скажем так, в не самом оптимальном состоянии и болезнь была, и отравление было. И в целом свое состояние было нехорошим у парня. Вот там есть ряд факторов, которые на это повлияли. А так, ну, я хотел бы надеяться, что Роб не был бы таким счастливым на пресс-конференции. Я бы желал этого. А как оно получилось бы, но я даже не знаю. А вот это сейчас не есть некоторый упрек в адрес Алискерова, то, что профессионал должен провести качественно хотя бы один раунд. Нет, никакого упрека нету, потому что там был пропущенный удар. Я имею в виду в плане выносливости. Сейчас мы говорили о выносливости. В контексте боя Камару-Усман-Хамзат-Чимаев, когда многие говорили, вот если бы этот Усман был бы готов. И так я и говорю. Как он может быть не готов к одному раунду? У человека было 11 дней, чтобы выйти на бой. Он может 5 минут подраться? Может. Любой профессиональный спортсмен должен быть в состоянии подраться 5 минут. И является ли эта пятиминутка показательной? Конечно, является. Вот сколько угодно можно это обсуждать. Я в данном контексте говорю, чтобы мои слова не вырывали из контекста. А что касается Икрама, это другая история. Икрам дрался. Не было проблем с выносливостью. Это не сказалось или не успело сказаться. Он пропустил удар. Это уже другие расклады. Встреча двух советских шахматистов в соглавном поединке этого турнира. Какое оставило впечатление? Такое же, как у зрителей, которые чуть-чуть освистывали их? А почему освистывал? А во втором раунде гудели во время поединка Волкова и Павловича местная публика? Ну, мало ли, что они там гудели. Хороший бой был. Дух качественных тяжеловесов. А что им еще нужно было делать? Три раунда молотили друг друга. Павлович пытался снести голову у Волкова. Волков пытался переиграть Павловича. И тоже как можно жестче попасть. И избежать пропущенных тяжелых ударов. Мне бой понравился в том плане, что классный поединок, смотреть его было интересно. Не бездействовали тяжеловесы. Другое дело, что опять же мы возвращаемся к тому, что слишком одномерный, прямолинейный получается Павлович. Он рассчитывает на свою мощь. И когда она не срабатывает, у него не находятся каких-то других контраргументов. Волков показал себя как более цельный и разнообразный боец. У него было больше инструмента в этом бою. Как мы и ожидали, эти фронткики, удары ногами. Он очень хорошо ими пользуется. И дыхание сбивает. И видно было, что каждое его попадание было чувствительным для Сергея. Плюс на руках Александр оказался довольно хорош. И довольно смело действовал. И в обмены даже заходил иногда. Хотя я думал, он будет больше опасаться ударной мощи Павловича. Но скажу честно, очень грамотный бой Александр провел. Несмотря на то, что Павлович обладал большей длиной рук. Но за счет длины конечностей в целом и ног на дистанции получалось держать у Волкова Павловича. А когда дистанция сокращалась, в принципе, он не терялся, Александр. Он принимал обмен ударами на средней дистанции, где-то на ближней. Поэтому скажу так, Волков переиграл Павловича. Павловичу, я думаю, нужно взять перерыв и задуматься над тем, как можно изменить свой стиль. Что можно привнести. И возможно ли это в его возрасте сейчас. Насколько вообще это вероятно. Поэтому я даже не знаю. Да, с одной стороны, видите, говорят же, когда что-то работает, зачем это менять. До сих пор работало. Павлович побеждал нокаутами, он не менял. А теперь время пришло задуматься, потому что это уже не работает. Нокаутирован в прошлом бою Эспиналом. Переигран, чистую, в этом бою каждом из раундов Волковым. И теперь очевидно, что нужно что-то менять. Я убежден в том, что Павлович до сих пор конкурентен. И он может победить любого тяжеловеса в UFC. Все у него для этого есть. Но нужно пересмотреть подход и понять, что не так. Что происходит не так. Это виднее, наверное, его команде. А по Волкову, молодец. Четвертая победа у Волкова сейчас. Да. И это делает его одним из основных претендентов. У нас есть чемпион Джонс, который будет биться со стипи. У нас есть временный чемпион Эспинал, который будет биться с Блейдсом. Насколько я знаю. Уже бой назначен или только говорят о нем? По-моему, только говорят. Официально я не видел. У нас есть Серил Ганн. Реванш с которым мог бы Волков провести. И есть ощущение, что сейчас Волков подерется лучше. И ментально, мне кажется, Александр подрос. И как-то уверенность почувствовал в себе. И мне нравится то, как Волков реагирует на поражение. Он каждый раз возвращается сильнее и лучше. То есть он показывает, что его не сломить. Эти неудачи делают его сильнее. В том плане, что он делает выводы. И те же выводы нужно сделать Павловичу. Вот сейчас это Сергею тоже необходимо. Конечно, в какой-то степени было неприятно видеть. То, что до боя диалог на взвешивание. После боя то, что Сергей оттолкнул. Но при этом мы должны понимать чисто по-человечески, что есть определенная досада у Сергея. И определенная попытка залезть под кожу была с стороны Александра. Но я думаю, остынут ребята. Созвонятся, поговорят, и все нормально будет. Здесь, получается, одно стало причиной вследствие другого. Стардаун Волкова стал причиной толчка от Павловича. Возможно, но возможно там и более глубинные причины. Может быть кто-то недоволен тем, что противоборствующая сторона приняла этот бой. Как мы и видели, друг друга обвинили в том, что первый этот принял или тот принял. И так далее. Возможно, не знаю. Нам не нужна какая-то причина. А так, ну, видимые причины, да. Там была попытка залезть под кожу. Определенная провокация. А тут был ответ после проигранного боя. Дану Вайт после поединка Шарапудина Магомедова сказал, что его планируют использовать здесь, то есть в арабском регионе. И, скорее всего, не будет боев Шарапудина в Америке. А вот что под этим подразумевается? То есть он до шара не интересен публике или какой-то, имею в виду, американский публик, или какой-то другой, может быть, посыл в этом сообщении? Насколько я знаю, там же довольно конкретно Дану Вайт сказал, что из-за проблем с глазом, что по медицинским причинам может не пройти комиссию Шара Буллит, и поэтому ему просто не позволят драться в Америке. Поэтому придется драться здесь, ну, тоже как вариант. Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты свои 2-3 боя в год Шара получат. А если будет ценным активом для организации, кем он уже является, получит чемпионский бой, если до него дойдет. Я думаю, для него ничего не поменяется. Конечно, все хотят драться в США в том плане, что это центр ММА на сегодняшний день, вся движуха там находится, в UFC, по крайней мере. Все топовые бои, пейперью карты и так далее там проходят, но и сериалии таковы, я думаю, нет никаких проблем, чтобы драться на другом конце планеты. Плюс есть поддержка от мусульманских болельщиков, и если будет заинтересованность лиги, соответственно, и каких-то инвесторов на местах, от этого выиграют только все. Какими еще боями запомнился турнир вам? Ну, в целом, Волкан, Оздамир такой очень яркий нокаут оформил. Ренат Фахреддинов трудовую победу одержал, но прям на грани, на тоненького, но победил. Показал характер, очень устал после первого раунда. Видно было, что выложился, второй раунд отдал и в третьем включился. Ну, туда-сюда, но молодец, доработал, показал характер, 4 победы есть в UFC. Но сейчас уже Ренат подходит к боям с топами, и, я думаю, самое интересное начнется. Был дебют Гаджия Сулова, тоже трудовая победа. Вообще, в целом, поединки тяжелыми получились для представителей СНГ в целом. И Наима Мухаммад проиграл, и как раз-таки Муинга Фуров не просто дрался, но одержал победу. Поэтому, в целом, турнир хороший, нам он был интересен в первую очередь и за наших спортсменов. Потому что наблюдать за теми, кого ты знаешь, так или иначе, за кем следишь, кто тебе известен, в разы интереснее и приятнее, чем наблюдать за рандомными иностранцами, которые выходят, там свое дело делают, непонятно что, непонятно какие эмоции, непонятно кто это вообще. В последнее время у UFC очень много слабо для нас именно карда в том плане, что нет понимания, кто дерется. Эти ребята для нас неизвестны. При этом много есть ветеранов, которые уже изношены к данному этапу, и за ними смотреть уже тоже неинтересно. Я себя ловлю на мысли, что UFC очень-очень сильно теряет интересы, по крайней мере для меня. Потому что раньше я прям все бои, каждый карт смотрел, а сейчас, да, там вроде пытаюсь потом возвращаться назад, какие-то бои пересматривают. Но уже много упущено, я уже не успеваю за этим механизмом. Поэтому турниры в Абудаве, турниры в Саудовской Аравии и вообще турниры, где бьются представители СНГ, скажем так, они в первую очередь интересны. Я тоже на эту тему посмотрел, и до 8 августа, когда подерутся Умар Нур Магомедов и Кори Сенхаген, там практически в UFC, ну, наверное, два интересных боя за вот эти четыре турнира промежутки. Это же вопрос предпочтений, мы должны понимать, что для нас скучно, для кого-то может быть зрелищно, что для нас неинтересно, для кого-то может быть интересно. Поэтому UFC дает такой, знаете, многогранный продукт, который кого-то устроит, кого-то нет, всех все устроить не может. Поэтому это такой глобальный продукт, который где-то заходит, где-то не заходит, и в этом плане все максимально честно. Если для нас это неинтересно, это не значит, что там на другой части планеты это также будет неинтересным. Там свои фанаты найдутся, здесь свои фанаты найдутся. Так и собирается сообщество любителей ММА, которые активно покупают трансляции и в целом дают рейтинги. На этом турнире коллеги встретились с Майербеком Тайсумовым, и он в интервью, точную цитату не приведу, но контекст слов был такой. Я, в общем-то, не против рассмотреть предложение от ACA. В принципе, он интересен сейчас ACA или уже прошло очень много времени с его момента последнего выступления? Смотрите, я скажу так. Если Майербек хочет биться в ACA, он будет биться в ACA. Все зависит от его желания. Мы ему предлагали до этого участвовать в Гран-при. Если он хочет биться в ACA, он в любое время может сказать, я бы хотел побиться, что мы можем сделать, какой контракт, какие договоренности, когда бои с кем и так далее. Я думаю, это просто больше был ответ на вопрос. Вынудили Майербека ответить. А вот ACA, что ACA? Ну, ACA круто. Да, да, было бы круто. Но если Майербек хочет биться в ACA, он будет биться. Но я не видел такого желания у него. И в целом, насколько я знаю, у Майербека есть желание биться в UFC или он не будет биться вообще. Насколько я знаю. Я могу ошибаться. Или, возможно, в какой-то степени Майербек уже пересмотрел свой взгляд к этому. Но одно точно. Майербек максимально интересен, где бы он не бился. И если он будет стремиться выступать у нас, мы это только поддержим. Крутой боец, на котором, скажем, на просмотр его боев мы сами росли. И в этой индустрии, и в целом, и по возрасту, и по роду деятельности. Еще со времен М1 наблюдали за Майербеком. Яркий, харизматичный боец. Таких сейчас мало, на самом деле. Это боец старой формации, которым максимально запоминается. Его выступления не всегда интересны. И, честно, я очень скучаю. Он уже пять лет не бьется. Я скучаю по его выступлениям. Я вообще скучаю по Майербеку в клетке или около клетки. И вчера, когда я его увидел в углу у Насрата Хакпараста, я порадовался. Просто было приятно видеть Майербека в клетке UFC. И, честно, в глубине души я понадеялся, что, возможно, Майербек переговорит с представителями организации. И, может, какой-то общий язык найдет. Может, увидев его, они тоже подумают, о, круто, он так зрелищно бился. Может, вернем его или как-то с подвижки в этом направлении будут. Жаль, что такой талант не реализовал себя в полной мере. Сейчас Майербеку 35 лет. 36 скоро будет. Возраст довольно серьезный. Но при желании, я думаю, еще пару-тройку лет можно побиться на высоком уровне. Тем более, учитывая, что подход у Майербека максимально правильный. Он профессионал. Он постоянно тренируется. Он постоянно в форме. Да и вчера визуально было видно, что он до сих пор в порядке. С его колотушками и, в принципе, с физическими данными и с ментальным настроем, я думаю, он был бы конкурентен и сейчас. Там условного Гордона, который вчера бился с Хакпарастом, на таком уровне, я думаю, он мог бы биться спокойно сейчас. И еще один вопрос. Вадим Немков, он говорит, что ему не дают боев Беллатор, Беллатор ПФЛ. Поскольку там то ли Бейдер травмирован, то ли еще что-то. Ну, в общем, боев нет. А есть ли какая-то возможность привлечь самого Вадима Немкова в ИСИ? А как мы его привлечем? У него же контракт с организацией. Если он разорвет контракт, если он готов, тогда да, почему нет? Мы на связи с командой Федор Тим общаемся. И когда бился Анатолий Токов, да и не только по этому поводу, мы выходили на связь. Если они хотят биться, они знают наш номер. Если они свободны от контрактов, они также могут нам об этом сообщить. С радостью. Вадим Немков, топ, мировой топ, с радостью приняли бы его у себя в организации. Но я думаю, сейчас, конечно, его организация не отпустит. Он на контракте. Они могут морозить его с боями, но он с этим ничего не поделает. По крайней мере, в ближайшее время. К сожалению, вот такая жесткая система, которая не всегда идет навстречу бойцам. На этом все. Сам, Вик, пока даже не прощаюсь с вами, а надеемся увидеться в Сочи, и там подробнее уже обсудить турнир, предстоящий ASEA. Ну, а сейчас вынуждены, так понимаем, спешить и оба, и вы, и я. И поэтому сегодня обсудили все, что могли. Спасибо большое. Ну, да, вы знаете мой подход. Я люблю интервью больше вживую записывать, и так эмоции лучше выражаются. В целом, связь устанавливается. Поэтому в Сочи запишем, да. И, да, ASEA 177 – лучший турнир первого полугодия, возможно, и года, возможно, и не только ASEA. Предстоит нам увидеть яркие противостояния, два реванша, два дебюта Бигдаша и Эмеева, два реванша Багов Шейхаев и Мотивася Магомедов. И в целом 19 поединков. Очень насыщенный карт. Так что круто, круто. Приезжайте, Влад. Там на месте уже обсудим все. Да, там и увидимся. Спасибо большое. Все, счастливо. Удачи.